Эй-эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленофф Плей, я не нашёл труп, представляешь, нет его, я, блядь, перекопал всё, каждый миллиметр, каждый сантиметр почвы я внимательно обводил и пытался копать, и нет, нет, в итоге я, блядь, полез в прохождение, нашёл, короче, прохождение, думаю, блядь, да чё ж я делаю не так-то, А там написано, представляешь, надо копать там, где падает тень от башни, на самом верху этой тени надо копать, а там, блядь, нет тени, ты представляешь, я думаю, может, я чё не сделал, может, я чё как тут не то, а в итоге, короче, там вообще и пиздец какой-то происходит, и вообще это просто нереально какая-то херня, я не понимаю, что там делать, а между тем, тут пришло новое письмо Уведомление о выселении А мистер Майкл Артхейт, ввиду нарушения закона в процессе приобретения недвижимости, проводимого мистером Джерри Картером, вам предписывается немедленно освободить собственность, известную как поместье Блэквуд Если вы откажетесь исполнять это предписание, в отношении вас будет возбуждено судебное разбирательство У вас есть два дня с момента получения этого уведомления на то, чтобы полностью освободить все помещения Мы не несём ответственность за возможную задержку этого уведомления курецкой службой В понедельник, 14 октября, в поместье Блэквуд прибудет офицер полиции В том случае, если вы всё ещё не уедете, вы будете незамедлительно взяты под стражу Компания National Trust Так вот, почему Джерри так страстно желал, чтобы я уехал из дома С горечью и отчаянием я вдруг осознал, что за мной никто не приедет Чёрт, неужели мне придётся самому выбираться отсюда? Ну, походу, да Так вот, а там до конца в этом прохождении оставался один абзац Я читанул его, чтобы особо не тупить Ну, естественно, концовку самую я не читал, но... По количеству, сука, действий в единицу времени в этом последнем абзаце написано миллиард просто слов Я бы никогда в жизни, вот реально сам бы, я бы никогда в жизни до этого не додумался Там такой пиздец нас ожидает Но я вам ничего рассказывать не буду, потому что мы сами всё это сделаем Первым делом надо спиздить аккумулятор Собственно, мы этим и займёмся сейчас Потому что скоро в 14.00, а время сейчас... Сейчас посмотрим, сколько у нас времени загрузить игру Времени у нас сейчас 1 п.м., а 1 п.м. это означает, что... Нет, подожди 2 п.м., блядь, а всё, время получается 14.00 2 п.м. это 2 past midnight, то есть после полудня, что ли, или что-то типа того Короче говоря, скоро за нами приедут, нам надо в срочном порядке всё здесь делать А труп-то я так и не нашёл, не знаю, может он сейчас как бы появится как раз там и получится у нас с вами его откопать Я не знаю, короче, первым делом нам надо зарядить аккумулятор от этой ёбаной открутилки, вот точно, потому что без аккумулятора мы с вами никуда не поедем Это не принесло пользы, вот, видите, я бы, возможно, и догадался, то есть, да, что электричество вырабатывается, как аккумулятор рассел, и зарядить его можно только тут Но я бы тыкнул, и ничего бы не получилось А это не приносит пользы, ты представляешь, не приносит это пользы никак И вот, как, блядь, куда его совать, я хер его знает Вот, это странное устройство было присоединено к заднему колесу Вот, куда? А, может быть, на ящик его положить? Действительно, так Теперь нам надо его как-то и чем-то зарядить, правильно я понимаю? Лучше бы я сначала подсоединил провода Вот провода, а где нам взять провода? Провода я хер знает нам, где взять У нас была проволока, напомню, я была у нас проволока, но проволоки у нас сейчас нет Поэтому я немного в панике И так, я установил аккумулятор на ящик, что дальше? Хуяльше, надо провода к нему подсоединить Только нет у нас проводов-то вообще никаких Вот этот страдоскоп к нему подсоединить Нет, нихера Нихера А может быть, так, подождите, а может я там не собрал до конца Как бы аккумулятор-то, он же в машине тоже проводами крепится? Насколько я помню, там есть два, так сказать, этих И мы можем их... Это отделение для автомобильного аккумулятора А, вот еще А, нет, это не то Так, провода здесь где-нибудь, есть какие-нибудь провода? Вот видите? Прохождение, говорю, прочитал я прохождение там в одном абзаце Думаю, все, короче, да-да-да, я все знаю теперь Нихуя я не знаю Естественно, я никуда не могу уехать без аккумулятора А вы чего ожидали? Ну, я ожидал, что ты как бы сам дотолкаешь, например Никогда тебе в голову такого не приходило, я не знаю Да Так, подождите-ка Я почему-то загрузился Это что такое? А, нет, ну значит все правильно Куда мы дели с вами проволоку, которая валялась после того, как мы разрезали ее около... Ммм... Ох, ёпта, ты представляешь, нет Вон, вот надо было нажать, и накинулось два проводка Крут Дюдю! Я даже не знаю, как это сделать Короче говоря, мы зарядили наш аккумулятор Теперь мы можем спокоен душой отсюда съебать Ну, я, по крайней мере, так и сделал Я же не дурак Пойдем Зачем мне какие-то трупы копать? Зачем это надо? Вы... Даже не представляете, что нам сейчас вообще придется здесь сделать в этой ебаной игре Точнее, в этой ебаной, это я в хорошем смысле слова, потому что игра-то на самом деле замечательная. Теперь мы можем отсюда уехать. Но! Но! Хуй в окно! Первым делом нам надо выкопать труп. Но вот где он выкапывается, я не понимаю, серьезно. Вот здесь где-то должна быть гребанная тень от сраного башни. Вот от этой. Как здесь может упасть тень, когда здесь даже солнца нет? Вот тень, она по идее падает вообще вон туда, если уж на то пошло. Ну вот, вот я вижу, вот, небольшая тень, вот какая-то очертание, возможно, это она и есть. Только вот где там у нее конец, может быть, вот где-то вот тут. Написано там, на конце тебе надо будет копать. Говорилось мне, ну давай копать, на, копай. Пожалуйста, копай. Но тут нихера нет, вот в чем проблема. Нет, нихера. Ну, естественно. Как? Че, блядь? Куда? Надо Джерри позвонить, что ли, я не знаю, там, например. Нет никаких догадок, абсолютно. Здесь нет тени, вот че хочешь, то и делай. Вот пойдем туда пройдем, например. Вот здесь денть. Вот какие-то сраные вон эти. Может быть здесь, может с этой стороны откопать. Вот здесь же есть какие-то могилки там вообще. Присыпано что-то где-то. Ну, явно кто-то ковырялся, кто-то копался. Правда, это было совсем давно, но... Какие-то следы копания здесь есть, понимаете? Есть они тут. Я не знаю. Нету. Нету трупа здесь. В нашей версии, понимаете, в нашей версии игры Джеймс Блэквуд никого не закапывал и не убивал. Ибо трупа там нет. А может кто-то его уже до нас унес. Хер его знает. Короче, надо снять зуб. Судя по всему. Как мы с вами читали в описании, нам нужно было для приготовления собственно этого великого эликсира или как там зелья и прочей этой хероты, нам надо органическую часть жертвы, органическую часть хищника и какой-то там ингредиент. Собственно, органическая часть жертвы у нас, точнее хищникова, это коготь льва, который висел здесь на ожерелье. А что-то там какой-то ингредиент, это листики наши с ягодками, которые мы с вами срезали в оранжерее, по-моему, так правильно называется. А по поводу трупа я вам ничего сказать не могу. Трупа здесь нет. Нет здесь трупа. Все, нету его тут. Нету. Поэтому я предлагаю просто отсюда нахер уехать. Мы же с вами, по идее-то, никого же не будили, никого не призывали. Просто купили дом. В конце-то концов. Просто купили дом. Все. Пришли. Поняли, что делать нам здесь нехера. Здесь какие-то интриги, скандалы и прочая херня. И едем домой. Уже было собравшись покинуть особняк, я вдруг ощутил ответственность за содеянное, за дальнейшую судьбу силы, прежде запертой в доме. И разбуженные моим появлением. Нет, мне просто необходимо сперва что-то предпринять, а как-то разрешить эту проблему. Да, это глупо, но я ничего не могу с собой поделать. Ха-ха-ха, да ладно. Ааа, это, судя по всему, это как раз-таки вот этот пропущенный мною момент, из-за которого у нас нихера не видно, где копать. Здравствуй, здравствуй, солнце, здравствуй, тень. Вот по небу них, нет, посмотрите, немножко здесь что-то изменилось, и теперь у нас как-то правильно падает тень. Пожалуйста, вот вам тень, пожалуйста. Вот мы сейчас все это раскопаем, судя по всему. Надо прям там копать, где вот тут вот, где-то здесь. Давай попробуем. Музыка. Музыка заиграла, слышишь? Сейчас откопаем. Жопой чую, откопаем. Здравствуй, здравствуй. Кэтрин, по-моему. Мне стало так страшно и тоскливо, когда я обнаружил тело Кэтрин Блэквуд, что я чуть было не разрыдался. Подумать только, все эти годы, брошенные в тайной могиле, одна, даже креста ей не оставили. Представляешь, я было попытался вытащить зуб, но безуспешно. Ну, мы же с вами стоматологи-то те еще. Зажав всю волю в кулак, я смог выдернуть проклятый зуб. Молодец. Тело было страшно обезображено тлением, разложившим его до неузнаваемости. Но больше всего меня ужаснули осколки зубов, торчавших в разные стороны из мертвого рта. Спи спокойно, Кэтрин Блэквуд. Конечно, все замечательно, что мы тебя откопали. Майкл сам себе противоречит в одном. Представляете, он говорит, я тихо удалился, оставив миссис Блэквуд правду. Он говорит, мне очень жалко, что ее бросили здесь одну, не оставив ей даже креста в этой безымянной могиле и в этой прочей хероте, а сам просто взял ее и тупо закопал. Нет бы там выкопать, собрать в мешочек, перенести ее, так сказать, осколочки до останочки-то в гробик, который там, собственно, для нее вскрепит и предназначен. Нет, он просто как, я не знаю, какой-то мародер просто вытащил у бабы зуб, просто вытащил у бабы зуб, и сейчас мы с вами идем на кухню, мы с вами идем на кухню готовить это зелье, это зелье, которое нам надо, собственно, приготовить. Ай, вот, а я бы до этого никогда в жизни не догадался. Нам надо найти с вами, знаете, чего, нам надо найти кофемолку, по-моему. Как она выглядит, я хер ее знает. Вот это кофемолка. Кухонная тварь. Ой, утварь. Как выглядит кофемолка? Ну-ка, давайте-ка попробуем положить сюда вот этот зуб. Нет, это не ворисло пользу. Значит, это не кофемолка. Кофемолка мне представляется такой херней, которая должна быть, судя по временам, в которые происходят собственно действия игры, она должна быть с ручкой. С ручкой она должна быть, которую надо будет крутить, чтобы что-то перем... А, так вот она. Юпты. Ты представляешь, действительно. Давай. Это не принесло пользы. А, отлично. Старинная ручная мельница в прекрасном состоянии. Это мельница. Ну, хорошо. Мы положили туда один зуб. Положили туда... А, в мельнице и так уже что-то есть. Ну, окей. Давай, закрывай ее. Подожди. Ну, как тебе? Опа. Давай молоть. Открытая крышка мельницы откровенно зовет что-нибудь в ней помолоть. Я помолол. Так, еще надо положить. Давай попробуем. Ну, в мельнице и так уже что-то есть. Так давай заберем это все. А, вот здесь, наверное, надо. Стой, подожди. А, еще раз помолочь что ли? В чем проблема-то? Я вроде как помолол, да? Куда бы все это собрать? В тряпочку, возможно, надо просто собрать все это. И так достаточно чисто. А, вон, надо забрать пыль. Хорошо. Продолжаем. Продолжаем заниматься экспериментами с зубами, так сказать. И продолжаем их молоть. Давай, поехали. Давай, еще раз. Да, для этого, для всякого. Наверняка, чтобы, так сказать, размолоть все. Все, отлично, доставай. Так, теперь нам это надо все смешать, я так понимаю. Да, действительно. И, насколько я помню, это надо смешать еще и с листьями. Да, отлично. Вот, собственно, у нас с вами разгадывается тайна, для чего же нам все-таки нужна эта знаменитая наша подружка, которая очень отличная металлическая блестящая крыжечка. Потому что она нам нужна для того, чтобы, для того, чтобы. А для чего? Мы сейчас с вами прекрасно все это узнаем. Она нам послужит, как в какой-то двери ей было, дай бы мне память это. Она нам послужит ложкой. Ну, типа ложкой, ложкой, короче, поддержкой, которая будет держать все это. Держать все это, то, что мы будем с вами варить. Окей. Давай. Нет, почему? Вот, теперь все это дело нам надо поджечь и, так сказать, приготовить зелье с надобья. И получить какую-то зелененькую сопельку или что-то типа того, я не понимаю. Давайте возьмем его. Чего? Камень был теплым на ощупь, он был почти как живой. Да ну. А, ну хорошо. А, вот, по-моему, да, как раз таки с этого момента-то я и все. Думаю, я же не буду палить себе все это, как бы, это было бы глупо. Да ну, я сейчас, короче, боюсь одного, что эта херня на меня выскочит. Я так понимаю, нам надо отнести этот амулет туда, к маске, потому что маска корень всех золота, правильно? Поэтому к маске мы... К маске мы... Прекрати, чувак. Прекрати, мне не по себе от тебя. Маска корень всех зол, поэтому к ней мы и идем. Что с пизда? Словно догадываюсь о моих намерениях, маска бросает мне вызов. Давай, возможно, сделать первый шаг. Окей, давай сделаем. На. О, точно! Я прикрепил камень к ветке и тут же почувствовал нечто странное. Кажется, амулет вибрирует. Я готов. Ну давай, маска, держи. Я покачал амулетом перед маской и тут... Поначалу ничего не происходило. Вдруг стало легче дышать, как будто дом внезапно избавился от чудовищной ноши. Все? Похоже, больше уже ничего не будет. Как это? Он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, злое божество. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты мне, блядь, прекрати. И помахал он перед ней палкой. Все, что ли? Ну, как бы больше ничего делать не надо. Еще раз помахать. Опа. Нет, похоже, больше ничего не будет. Ну, замечательно. Я так понимаю, нам надо вываливать. Из этого дома уезжать. Забрать, так сказать, свои вещи. И проваливать, судя по всему. Потому что... Скоро приедет полиция. Но тут немного несовпадения, по-моему. Подождите. Жерри одурачил меня. Я не могу поверить, чтобы он так со мной поступил. Мы столько лет были знакомы. Но не столько обида гнетет меня, сколько тревога. У меня остается всего лишь несколько часов... Ой-ой, как много. Такое... Так, давайте. Теперь, когда маска умолкла, если так можно выразиться, исчез и шепот в моей голове, пропало чувство чужого присутствия. Я чувствую некоторое облегчение. Как бы это поточнее. Такое ощущение, что дом тоже это почувствовал. Соображаю ли я вообще, какой бред сейчас пишу? Едва ли. Однако я чувствую себя значительно лучше, чем прежде. И больше меня ничего не волнует. И это замечательно, я хочу вам сказать. Надо быстренько собрать свои вещи и проваливать отсюда. Да? Или ты без вещей поедешь? Может, писать что-нибудь? А совсем не хочется прикасаться к машинке, даже смотреть в ее сторону не хочу. Ну окей, пойдем тогда. Походу, он хочет уехать отсюда без вещей. Потому что уже совсем скоро полиция приедет. Так вот, если я правильно прочитал и правильно помню, то полиция должна приехать к нам в 14.00 в понедельник. А судя по... Я весь обмират ужасом. Стоило мне снова услышать этот жуткий звук, этот шум. Он не смолкал. Вот это нихера себе поворот. Да ладно, короче, в пизду. В общем, не сходится временной. Потому что у нас... Ой, тут что-то есть. Это тайный проход. Полицейские должны приехать в 2, а судя по сохранению, по названию сохранения, у нас время уже 15.00. Вот что я хотел вам сказать. То есть они должны были уже давно проехать. Спускаясь в камин, я не мог избавиться от чувства, будто иду в необычное место. Место, которое было и оставалось забытым во времени. Че это? Проход был забит мусором. Проход куда? Так, подожди, это же то самое место. Откуда у нас тут этот? Здесь повсюду валялось давно проржавевшие трубы. Проход был забит мусором. Это же то самое место, куда мы смотрели вот отсюда. И здесь прошел какой-то мужик. Все, я открыл. Помню, что от страха я весь покрылся потом и дрожал, но продолжал идти, как будто движимый, невидимой силой. Ёп твою мать. На столе лежали остатки еды. Что-то или... Что-то или кто-то ел здесь снизу. Медвежонок. Жуткий игрушечный медведь, покрытый грязью и пылью, лежал на полу. Его шея, как казалось, была разорвана. Подрежем побольше? Нет, я могу пораниться. Ну окей. Неожиданно слова Уильяма Белли, а теле Кэтрин Блэквуд отзазвались эхом в моей голове. Разорвано. Вот как. Вот как. Вот как. Как вот так. И что теперь делать? Из трубы капала вода. Из трубы капала вода. Что нам это дает? То есть... Я не прочитал концовку. Не прочитал прохождение концовки. Соответственно, я не знаю, что вообще делать. Возможно, просто надо идти. Возможно, что-то придется делать. Уйди нахуй! Уйди от меня, бедрил кусок, уйди! Уууу, нихуя себе вот это концовочка. Сам не понимаешь, что же я увидел, я добежал до машины и убрался из особняка на максимальной скорости. Я сбежал, да, но не стыжусь этого. меня от кресла от этого отъехала сама по себе ни хера себе это страшное лицо до сих пор является мне в кошмарах и будь я проклят если еще раз хоть войду в этот особняк судя по всему благодаря этой ужасной встречи я написал воистину душераздирающую финальную главу для моей книги и много глав для многих следующих книг ебаный писатель вот ему подфартило да ты мать твою 10 не кончено все это конец чего я хожу они этот черт у нас судя по всему выбрался что или чё вот такая вот ребятушки игрушечка весьма весьма она просто замечательная она бы была немножечко попроще или как бы побольше бы было подсказок что ли блять а может я их просто выключил то был бы попроще и как бы немного поинтереснее чем брождение и хождение просто так вот половину раз да ну я короче говоря ну игрушка с по сюжету она великолепна и пока реализации она тоже замечательная на этом все с основной сюжетной линии мы с вами собственно покончили поэтому ссылка на плейлист с остальными сериями в которыми вы можете найти насладиться так сказать ею полностью от начала до конца находится в описании под видео ставьте лайк рассказывайте друзьям там в контакте паблик подписывайтесь на канал подписывайтесь на твиттер подписывайтесь подписывайтесь на все что можно и до встречи следующей серии дабы просто так все это не заканчивать есть еще небольшое дополнение под названием последний визит и его мы тоже соответственно пройдем поэтому все ребятушки всем пока до встречи так сказать в последнем визите всех жду пока Ихуя давай приготовь свой прибор чтобы обна